От ремесла к искусству. Совсем скоро свой 25-летний юбилей отметит народный коллектив Татьяна. Чем занимаются рукодельницы уже четверть века, расскажем в следующем материале. Старательно подбирая каждый лоскуток, Татьяна Орлова создает цельный рисунок. Идейный вдохновитель народного коллектива Татьяна уже 25 лет создает шедевры из обычных кусков ткани. Идея создать клуб лоскутного шитя пришла не случайно. Это были очень трудные времена, 90-е годы, когда очень много было женщин, которые у нас не работали, которые сидели просто дома, не хватало денег на еду, не было возможности приобрести какие-то вещи для детей. И тогда мы совместно с комитетом по делам семьи, а именно с Кузнецовой Галиной Григорьевной, решили создать такой клуб. Разработали план действий и уже на первое занятие пришли женщины, которые хотели научиться шить. Первые работы клуба лоскутного шитя были сделаны из обычных старых вещей. Я в клуб пришла, я хотела научиться плести макраме. Этот клуб же был создан, вот надо было у Татьяны Николаевны начать, они тут создали этот клуб. И я хотела научиться плести макраме. Пару занятий походила на макраме, потом было вязание, потом еще что-то. А шить-то я вообще не собиралась. Я вообще не портниха. И я всегда говорила, что я никогда не буду шить. Шить не собиралась, но планы поменялись. И уже 25 лет Надежда активна участница творческого коллектива. За столь немалый период времени швея создала не только убранство для дома, но и одежду для своих знакомых и детей. В основном мне нравится шить одеяло. Я шью одеяло. Ну вот сейчас прихватки, подставки. Ну это да, вот все такое. Ну сейчас вот еще начала шить потихоньку сумки, которые тоже никак не могла собраться начать. Вот, а сейчас одну сшила, понравилось еще. Всю жизнь мечтала вот шить, заниматься лоскутным шитьем. Когда работала, не было возможности. А когда только вышла на пенсию и сразу побежала в этот клуб. Девочке говорю, как хотите, принимайте. Вот и все. Вот с этого и все и началось. Шили, умели, не умели, ну учились и шили. Сейчас в творческом коллективе более 40 рукодельниц. Все они вместе учатся технике лоскутного шитья. И создают порой самое настоящее произведение искусства, которое занимают призовые места на различных конкурсах и фестивалях. Мы же начали с Иванова. Это первый фестиваль, который проходил лоскутного шитья в городе Иваново. И потом у нас приглашения пошли. А первые наши были работы. Вы знаете, с чего мы делали? Материала ведь не было. Из меха оленя, из сукна и из ситца. И наша выставка, которую мы представили в Иваново, она просто ушла на ура. Понравилось это не только членам жюри и посетителям. Это понравилось американским представителям, которые участвовали в этих выставках. Сейчас народный коллектив «Татьяна» готовится к своему 25-летнему юбилею. По случаю праздника рукодельницы представят свои лучшие работы на вернисаже 25 января в 18.00 в выставочном зале Дворца культуры Арктика. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!